Мне чудится Жень, ты сможешь собраться за полчаса? Прости, совещание с какого-то перепугу перенесли на восемь. Да, хорошо, дядя Миша. Я сейчас... Ну, и тихо. Могли бы и нас подвезти. Валерка, извини, не успеваем. Кто-нибудь увидел ключи от машины? Если б ты не разбрасывал по квартире, тебе не пришлось бы их искать. Вот что за манера? Бабушка, как я выгляжу? О, Евгения. Хорошо бы собрать. А то первый день службы. Надо соответствовать. Хорошо. Чему соответствовать, мама? Высокой должности санитарки? Я вообще не понимаю, зачем студентке филфака такая работа? Напоминаю, Михаил, что это ты устроил на это место. Интересно, а кем я мог ее устроить в больницу? Главврачом? А меня можно главврачом? Да, Вова, без тебя никуда. Кто-нибудь видел мои ключи от машины? Твои ключи от машины на кухне, где ты их вчера и бросил. Спасибо, мама. Бабушка, представь, как это интересно. Другой мир, стойка разных людей. Да, правильно. Пора взрослеть. А то чтение книг жизненного опыта не прибавит. Да, 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 я знаю. Так, готовы? Все, поехали, поехали. Мы опаздываем. Поехали. Нарушение, утвержденное Минздравом технологией обработки белья в медицинских учреждениях. Раздел шестой, пункт второй. Как показала выборочная проверка, проведенная комиссией в составе... Значит, я, Лиховский Михаил Васильевич, санитарный врач высшей категории. Высшей категории. Руслан Романович, давайте без ваших замечаний. А вы, Михаил Васильевич, уже ближе к делу, без вашего канцеллилита. Хорошо. Так вот, как показала проверка, содержание хлора в дезинфицирующих средствах превышено в два раза. Два грамма на килограмм, а перекиси водорода в полтора раза. Шесть миллилитров на килограмм белья. И что? Превышено, не занижено. Стерильность не пострадала. Ой, слушайте, ну, делать вам нечего. Ну, правда. Я понимаю, если вы эти уборщицы выпили эту хлорку, тогда, конечно, Михаил Васильевич, как врач высшей категории, вы обязаны... Кончаю, Руслан. Лиховский прав. Белье без пятен и все довольны. А то, что оно разлезается через месяц, всем плевать. Я бы, между прочим, свои халаты домой ношу стирать. Не напасешься. Как домой? Нельзя ж. Не положено. Да я знаю, Михаил Васильевич. Ну, прошу вас закрыть на это глаза, хорошо? Да у него глаза, в принципе, не закрываются. Ну, для вас, да, можно. Ой, ладно, все. Можно я пойду, да? Куда это? Там случай сложный, без меня никак. Ирина Васильевна, за мной. В комиссии также было выявлено несколько нарушений санитарных норм работниками клиники. Просьба обратить внимание персоналу на обращение с расходниками. Использование их по назначению, а также технику безопасности. Простите, ради бога. Это что такое с уткой в коридор? А там в палате занято. Можно в другую? В шестую там пусто. Иду в приемной, там помощь нужна срочно. А помыть? Руки только, остальное потом. А приемная-то где? Вниз на лифте. Первый день, что ли? Доктор, здравствуйте. Я мама Соня. Скажите, пожалуйста, какие-нибудь шансы есть? Ну, шансов немного. Я не хочу вас обнадеживать. Состояние критическое. Риски очень высоки. Разрыв селезенки. Кровопотеря очень высокая. И причем группа крови четыре минус. Четвертая отрицательность. Видали в станцию. Но не знаем, сколько доз у них осталось. Может, спас кому отдадим? Он заговоренный. Волчаткин идет уже. Я умру. Сонечка, конечно, нет. Машина, она, она меня. Забудь о ней, Сонечка. Не думай об этом. Все будет хорошо. Так, 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 так. Готовим центр. Кулиста в операционную, быстро. Это откуда к нам такой ангел прилетел? В сознание? Вот умница. Ну, здравствуй, Соня Поливанова, двенадцать лет. Я твой врач, Руслан Романович. Все будет хорошо. Поехали. Быстрее. Господи, маленькая моя. Давайте быстрее, господа. Вы хирург, да? Вы спасете ее? Сделаем все, что в наших силах. Шансы спасти есть. Все, все, все. Вам сюда нельзя. Волчаткин. Победоносец. Господи. Мамочка, не мешайте нам работать. Спасибо. Пожалуйста, не волнуйтесь. У нас очень хорошие врачи, и все будет в порядке. Спасибо. Мила! Людмила Эдуардовна! Скажите, а что вы думаете о санитарной обработке окон и подоконников? Да я ничего не думаю. Ну, как же, это сейчас тема номер один. Что вы говорите? Видно, не для меня. Мила, Людмила Эдуардовна, ну, бегом Руслана шьет. Простите работу. Бегом. А вы не хотели бы войти в комиссию по организации лечебного питания? Не хотела бы. Давление низкое. Падает? Нет, но и не растет. А ты хотел, чтобы оно сразу выросло? Экспонентамию мы сделали чисто. Скажи, Мил. Да, это дело не хитрое. Так может зашить? Давление вырастет. Сомневаюсь. Да? Думаешь, поздно? Продолжаем ревизию брюшной полости. А нечего было и браться. Хотел добрым волшебником выступить? Не, ну а что, вы хотели, чтобы я как вы? Спокойно, мамаша ваша дочь умрет, да? Ну-ка, тихо. Развели тут. Посмотри в области селезеночно-поджелудочной связки. Нет ли там источника? Не вижу. Так, в забрюшенной полости посмотри. Не вижу. Так, стоп. Вот она. Вот она, родная. Давай, 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 давай. Милочка, ты гений. Так, сосуд в области хвоста поджелудочной железы. Бери индисектор. Я завяжу. Есть. Есть. Перевязываю. Давление держим, поднимаем понемногу. Гений. Отстань. Доктор, доктор, ну что? А что такое? Все прекрасно. Она не умрет? Послушайте, принцессы не умирают. Они ждут, пока придет прекрасный принц или анестезиолог. Доктор, спасибо вам большое. Вы волшебник. Ну что вы, я не волшебник. Я только учусь. Господи. Пойдем, пойдем. Накапываешь по-нибудь. Не спасай. Он волшебник. Все они здесь волшебники. А нас никто благодарить не спешит. Привыкайте. Ну, наконец-то. Валера без тебя за математику даже не садился. Опа. Что-то вкусненькое. Отвратительно. Перестань сейчас же. И уноси продукты на кухню. Я сейчас накрою на стол, только руки помою. Помой только как следует. А то больницей пахнет. Молодой человек. По-моему, ваше место у инструмента. Самуилыч, тебя кормили эти безответственные люди, а? Привет, Андрюш. Ты что, здесь? Ага. Досталась вам. Димка мне рассказал про девочку с разрыва Василюзенка. Ага. Ты знаешь, я уже думала, что все. Жалел, что тебя рядом нет. Не я, тут лучше и ты. Ой. Только вы так и думаете, доктор Спаский. Я, Руслан, Ирина Васильевна уже трое. Плюс ты сама себе знаешь цену. Домой иди. Не поверишь. Сил нет встать. Верю. Как Коля? Да ничего. Звонил позавчера. Учится. К себе не зовет? Какие же жи. Да и у него денег не хватает, чтобы ко мне мотаться из Парижа. Да. Ой, даже не знаю, когда теперь ребенка живьем увижу. Ой, ой. Все. Все. Пошла. Пошла, Андрюша. Хорошего вечера. В компании лучших друзей. В холодильнике и телевизоре. Ну, действительно лучше. Ладно, Андрей, пока. Можно мне чашечку кофе, пожалуйста? Сил никаких нет. Конечно. Ну, ты ужин готовил, пока вы там. Ну что, как работа в больнице? Там, говорят, клиника. Ой, ты господи. Да хоть госпиталь. Я же не о том спрашиваю. Удивительное место. Там работают необыкновенные люди. Герои жизни спасают. Верна себе. Другая бы сказала, кровь, грязь. Работа адская. Кругом больные и убогие. А это... А это дождь. Работа адская. Работа адская. Пока-пока. Верна себе. А это... А это... А это... А это... Давно сердечное томление теснила ей молодую грудь, душа ждала кого-нибудь и дождалась. Открылись очи, она сказала, это он. Ну что, объявляю совещание закрытым, еще раз всех поздравляю дорогие коллеги с Днем Медицинского Работника. Желаю успехов в труде, ну и большого счастья в личной жизни, если вдруг у КАМО она еще есть. А нельзя медработникам для большого счастья душевую в оперблок? Душевая в оперблоке, Людмила Эдуардовна, это большая роскошь. А как показывает богатый жизненный опыт, счастье в роскоши не нуждается и от нее не зависит. Значит не будет душевой. Ну что ж, поаплодируем оратору. Вечером всех жду в зале на скромном фуршете. Расходимся, работаем. Пирога возьми, сама пекла. А торт с паски принес, такой вкусный. Ну Ира, ну какого пирогамника? Мне не надо. Да ладно, мы что нам, замуж. Попробуй, попробуй. Ммм, вкусный пирог. Твоего… Извините. Людмила Эдуардовна, можно пригласить вас? Спасибо. Прошу. Заглядым врагом собираетесь танцевать, Людмила Эдуардовна. А что мне остается, когда друзья не пригласят? Женя, ангел наш, я уже устал, надеется, когда же вы придете. Разрешите пригласить вас на танец? Смелее. Так и знал. Вы отлично танцуете. От меня ничего не зависит. Вы же ведете. Ну, от вас зависит, как я веду. Именно так. Занимались танцами? Конечно. Бабушка считает, что это обязательно. Ну, это потрясающе. А что еще обязательно? Уроки французского, три вилки, два ножа на крахмальной скатерти. Вот. А я даже один ножик толком не научился держать. Зато вы скальпель держать умеете. И у вас-то просто чудесно получается. Ну, для этого много ума не нужно. А хотите, я вас научу держать скальпель? Когда? Да. Сейчас? Да. Прямо сейчас. А куда мы пойдем? За мной. Может, я не в свое дело лезу? Кажется, что если бы Евгения была моей племянницей, я бы подыскала ей другую работу. А что, есть нарекания? Не справляется? Ну, какие нарекания? Профессор Волчаткин? Михаил Васильевич, забирайте отсюда. Поскорее. Ой, ладно. Я сейчас приду. Ну, что же, будем тренироваться на кошках. Как на кошках? Жень, ну, Жень, обычная тренировочная подушка. Прошу вас. Видите ли, они все разные. Брюшистый, полосной, остроносый. Вам какой больше нравится? Вот этот, мамонтик. Остроконечный. Берем в руку. Вы должны держать его, как ручку. Как будто собираетесь что-нибудь написать. Медленно раздвигаете кожу. Вот так вот. Скальпель перпендикулярно поверхности. Вот так. А теперь, на всю глубину. Жень, вот ты где. Тебя дядя ищет. Домой собрался. А ты, Мил, как всегда, на страже, да? Да. А ну, с праздничком. Медицинский работник. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Прости, что мешаю. Нужно поговорить. На взгляде. Ну, давай завтра. Нет, лучше сегодня. Жене нужно срочно забрать из клиники. Ей там очень тяжело. Глупости. Пускай закаляет характер. Ты не понимаешь, там такой коллектив, она не вписывается. Зачем она должна вписываться в коллектив? Бог мой, Михаил. Ты рассчитываешь, что Евгения станет своей среди больничных санитарок? Мам, мне в этом дело. Михаил, прекрати вилять. Что ты пытаешься мне сказать? Мне кажется, ей нравится один доктор. Кто? Какая разница? Ну, Волчеткин. Сын Анны Спиридоновны? Да ведь он женат. Евгения! Сюда немедленно! Ну, как дела? Нормально. А Оля? Не в духе. Понятно. Олюшка, я дома. Мм, здорово. Свет не выключай! Ты завтра же напишешь заявление об увольнении. Почему? Это мое решение. И оно не обсуждается. Но, бабушка, я хочу там работать. Как же так? Вы не понимаете? Мне это очень нужно. Все, я очень хорошо понимаю. Лучше, чем ты думаешь, моя милая. Тема закрыта. Мам, ну не так же. Давайте спокойно все обсудим. У Жени уже не ребенок, их 21. А тебе 46. Это сделало твои решения? Хоть сколько-нибудь с зрелыми? Иди к себе, Евгения. Завтра. Ты понял? Да. Интересно. И как же это сделать? Напишу заявление за нее? Предложи ей что-то, против чего она не сможет устоять. Интересно, что? Не женатова Волчаткина? Не ерничай! Устрою ее в библиотеку. Ну, она будет счастлива. Ну, как там, столько книг. Или на худой конец в книжный магазин. Ей там самое место. Миш. Она сидела на полу и груду писем разбиралась. И, как остывшую золу, брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на имя брошенное тело. Жена. На имя брошенное тело. Что-то давно не видно нашу санитарку новую, Женечку. Которая все Руслану Глазки строила. Да, это скорее он ей строил. Уболилась наша Женечка. Лиховский наконец понял, что этой девочке здесь не место. Здравствуйте. Не помешал? Легок на помине. Проходите, проходите. Ну, где мы на этот раз напортатели? Да не... А Людмилы Дардена нету? Вот. Прошу. Я что-то натворила? Здрасте. Здрасте. Нет, что вы. Может, в кафе на первый этаж сходим? Так, а что, говорите здесь? Да нет, я в плане кофе попить. А так мы уже пьем. Тем более в кафе, знаете, такой кофе дрянь. И цены жуткие. Слушайте, вы кофейку хотите? Нет, нет, спасибо. В другой раз. Слушайте, а к моему отделению как? К претензий нет никаких? Хирургии кисти? Образц... Образцовое отделение. Инга Валерьевна. Слушайте, вы мне уже начинаете нравиться. Ладно. Ладно, тогда в другой раз. Я пошел. Мил, ты что, он же ухаживает за тобой? Вы что, сама сошли? Ухаживает он за мной. Ну что, я кому-то. Ага. Ему что-то надо, вот и все, что. А он ушел печальный и смиренный. Это в клирике. Халаты все тут. А в книжном надо выглядеть как? Уместно. Правильно. Элегантно, удобно и просто. Вот смотри. Натуральный шелк. За пятьдесят лет ничего с ним не сделалось. Им ведь что нужно? Чтобы скорее выцвело, порвалось, пошло пятнами. И тогда ты побежишь в магазин и купишь за месячную зарплату новую блузку. Бабушка, я никуда не побегу. Побежишь. А не сможешь дорого. Вон, сколько тряпья. Дешево, сердито и на каждой встречной. Запомни, это не для нас. Так, стой прямо. А что с лицом? А что за горе у тебя? Скажи на милости. Это же вообще умудриться нужно. Позволить себе влюбиться в женатого мужчину. Бабушка, я не знала, честное слово. Ну, теперь знаешь. Значит, это поможет тебе не делать больше глупостей. Не слышу ответа, Евгения. Да, бабушка, я поняла. Хорошо. Людмила Едуардовна, как хорошо, что я вас встретил. Давайте я вас подвезу. До метро можно. Ой, хотя, вы знаете, я вспомнила. Мне еще в магазин надо. Поезжайте. Так ничего страшного, развернемся и к магазину. А смысл? И там переход, и я уже... Давайте до завтра. Давайте до завтра. За настольными играми присматривать надо. Воруют. Мы вот поэтому их специально вот тут против глаз держим, чтобы на виду были. Раньше хотели под перелавок прятать. Ну, хозяин недоволен. А если не услежу, уволят? Да нет, ну что ты. Ну, в крайнем случае, ну, вычтут из зарплаты. Да ты не переживай. Ты в хорошее место попал. Ну, посмотри. Посмотри, как здесь хорошо. Светло. Красиво. Книжек море. Море. Читай не хочу. Ты читать-то любишь? Больше всего на свете. Ну, так чего тебе еще? Жень, ты в рай попала. Понимаешь, в рай. Я когда сюда пришла, я вообще у меня было чувство, что я из подвала выбралась. Вспомнить страшно. А тут и место, и зарплата. У меня теперь одна задача, как можно дольше здесь задержаться. В другом месте я столько не заработаю, деньги мне очень нужны. У меня внук инвалид. Понимаешь? Ему много чего нужно. Мне сегодня на полчаса раньше надо уйти. Закроешь магазин, это нетрудно. Да, конечно. Ну, спасибо. До завтра. До завтра, Антонина Ивановна. Не тушуйся. Добрый день. Могу я вам помочь? Что-то конкретно ищите? Помогите. Угадайте, что действительно мне нужно. А вдруг я правду угадаю? Так в этом-то и план. Но ведь любимые книги, это как в душу заглянуть. Вы хотите, чтобы к вам в душу заглядывали чужие люди? Ладно, давайте поступим иначе. Вы предлагаете мне книгу. Если это то, что мне нужно, буду заходить к вам чаще. А можно задавать вопрос? Нет. Ответы могут открыть вам мою душу. Хорошо. Возьмите вот это. Граф Монте-Кристо. Странно. Почему? Хочешь, не хочешь, это читаешь. Даже если знаешь, чем закончится. Ну что ж, беру. Хотя знаю, чем закончится. А почему не детективы? Низкий жанр. Слишком просто. Смерть, потеря близких. Самое большое несчастье в детективах, это только загадка. А это, знаете, как-то нехорошо. Вот как. Вынужден вам сообщить. Вы очень странная девушка. Прочту, как в первый раз. Как вас зовут? Евгения. Евгения. Константин. Прощайте, Евгения. Ну или до свидания. Дамы, я не понял, чего сидим? Во втором оперируем. А что вдруг? А у нас душевую устанавливают. Да ты что? Да, прикинь, кавалер твой постарался. Ну ты даешь. Не, ну ты посмотри на нее. Один раз танцевала, и на тебе, получите. Он что, танкист? Чтобы Харькова развести танк, нужен. Так он бывший военный, ты же не знала? Да, это многое объясняет. Значит так, сейчас идешь ко мне, берешь у меня из шкафчика бутылочку к няку и благодаришь его от всей кафедры. Почему я? Ну потому что ты единственный, кто с ним не ссорился. И, кстати, не могла бы у него узнать, куда он определил свою племянницу? Спросишь? Даже не думай. Ладно. Сам узнаю. Ну что сидишь? Пойдем, пойдем. Да-да, входите. Можно? Людмила Эдуардовна, да, извините. Это вам от кафедры хирургии в знак благодарности. Без вас было 20 лет, мы бы не видели этот душевой. Нет, 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 ну что вы, какая благодарность? Да это мой долг, не надо. Как и что вы, надо? Нет, нет, надо. Потому что вы должны знать, что вы молодец. Людмила Эдуардовна, садитесь. Пожалуйста. Сюда, сюда. Ну и? Как вам это удалось? Что? А, душевая, это не важно. Это неинтересно. Хотя, вы знаете, если вы со мной куда-нибудь сходите, я вам все подробно расскажу. Куда? Ну как куда? Можно в ресторан, можно в кафе. А зачем? Ну посидим, поговорим о делах. А может здесь нельзя? Здесь, здесь как-то без удовольствия. Господи, это вы ради удовольствия? Подождите. Да вы меня на свидание, что ли? Приглашайте. Ну да. Или вы замужем? Нет, что вы. Ту-ту-ту. Ой, я не замужем. Тогда, да, свидание. А когда? Сегодня? Ой, нет, сегодня я не могу. Мне надо как-то при, приодеться. Завтра. Завтра же у меня дежурство. Ну, я подменюсь. Спасибо. Отстояние. О, я не взял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего вы так испугались? Я вовсе не испугалась. Просто как-то неожиданно. А вы прочли уже граф Монте-Кристо? Ну, прочел от корки до корки. Как в первый раз. У вас очень хорошо получается. Может быть, еще? Еще. Я даже не знаю. Евгения, не стесняйтесь. Я уверен, у вас получится. Вы не против, если я иногда буду вас провожать? А меня с работы встречают. Мой дядя Михаил Васильевич. Михаил Васильевич? Это многое объясняет. Что, сегодня тоже? Нет. Сегодня он занят. Значит, это судьба. Приятного отдыха. Спасибо. Людмила, вам нравится, да, японская кухня? Хотя, наверное, уже поздно об этом спрашивать. Я-то, вы, слушайте, вы не представляете. Я же это просто обожаю. Правда, редко приходится. Знаете, меня сын научил палочками есть. Это, оказывается, нетрудно. Да ну что вы, я до сих пор не умею. Я вилкой буду. Не-не-не, подождите. Попробуйте. Возьмите. Возьмите в руку палочки. Фокус в том, чтобы расслабить пальцы. Так вот, расслабьте. Расслабьте. Ну что, вцепились-то, ну? Людмила, оставьте. Я вилкой буду. Мне сейчас не получится расслабиться. Я взволнован. Ну, ну давайте вилкой, хорошо. Давайте на ту сторону перейдем. Давайте. Чего-то боитесь? Да, этот дом. Я себе представляю, будто он оживает по ночам. Шевелится, говорит. И скачет по городу, как на медном всаднике. Простите, Женя, я над вами не смеюсь. Да нет, смейтесь, я просто знаю, там кровля старая. Мои куски распадаются от ветра. Там один раз кусок на меня такой чуть не упал, я и ля скачала. Да, крыша неприятная. Ну, если уж бояться. То есть, вот и загадочного, и фантастического, да? Да. А не просто куска железа. Вы меня понимаете. Ну, разве это плохо? Нет, плохо, что я вас не понимаю. То есть, получается, это я такой загадочный и страшный? Наверное, да. Ой, спасибо. Спасибо, Николай Васильевич. Было очень вкусно. А если честно сказать, не наелся. Вроде бы пока елся у Норманова, а как встал опять есть хочется. Куда надевается эта японская еда, я не знаю. Вы голодный? А хоть я вам петерброд сделаю. А почему я тебе чайку попью? Я тоже попью чайку, да. Я тоже пить хочу ужасно, если честно. Давайте. После соленого, так и ход. Цветы. Ой. Цветы. Сейчас, я... Не надо. Пойдемте. Ну, хорошо, как скажете, Людмила Эдуардовна. Не хотите? Спасибо. Обувь можете не снимать. Нет, я сниму, приучен. Мы в комнату или, может быть, я чайку заварю на кухне, а? Людмила Эдуардовна. Что? Не надо, что-то совсем раскателось. Кстати, подождите. Вы прям сразу так на преступную. Вы прям как военные. Так я это, я же служил. Куда? Ну, я прошу. Мне не стыдно же. Девка-то совсем молодая. Так я же говорю, по делу. Ой, знаю я твои дела грешные. Ну, ладно. Записываю. Что, у вас вкусное есть? Валерка, если бабушка узнает, что ты кусочничаешь... А что за тип тебя провожал? Врач? Какой врач? Ну, этот... Волчанский, волчонка, за которого тебя с работы выгнали. Никто меня не выгонял. Ну, ясно. Оказалось, что Дженета решила на другого перекинуться. Я ничего не решила. Ну, ну. Добрый вечер, Женечка. Это вы? Да, да, это я, Руслан Романович. Вот видите, как хорошо. И вы меня устали. Послушайте, я подумал, мы с вами давно не виделись. Может быть, как-нибудь пересечемся? Конечно, когда? Завтра с утра. Если вы, конечно, не заняты. Нет, нет, я не занята. Завтра у меня выходной. Ну, вот видите, значит, судьба. В десять? В десять. В десять замечательно. Договорились. До завтра, Женя. Людмила Эдуардовна, это было зашибись. Что? Как это было? Что, опять как-то по-военному не так? Да нет, все хорошо. Уходить не хочется. Так и не уходи. Придется. Где-то второй наш угол. Ты это, не провожай. Я заглупну. О, второй нашелся. О, второй нашелся. Нашелся. Так. Тогда на завтра. Как же. Будешь завтра бегать от меня по всей клинике. Жень. 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 Субтитры делал DimaTorzok Жень! Извините, мы куда-то не в ту сторону едем. Навигатор показывает Захарова-16. В смысле? Не Захарова. Захаревская. Поворачивайте обратно. Захарова, Захаревская. Зачем это придумали? Как понять? Сейчас выйду на светофор, вобью навигатор. Не беспокойся, да, быстренько тавис. Мам, что случилось? В каком парке? Она одна? Нет, не бегай, не ищи, не бегай. Сядь на лавочку, отдохни, я скоро буду. Я опоздала, простите, не туда заехали. Вы уходите? Придется, Женька. На работу вызвала? Проблемы дома. Я не должен был. В общем, не судьба. Прощайте. Все начинается с запрещенной музыки, сборища, вечеринки, наркотики и растление малолетних. Подсудимый, обвинение вам понятно? Обвинение мне понятно, гражданин судья, но я невиновен. Нужно будет все аккуратненько сделать, соблюсти все формальности. Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию. В этом ты у меня мастер. Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе. А можем расстрелять невиновного. Вот ты выбирай. Принимайте решение. Я на вас не давлю. Свою точку зрения я не навязываю. Продолжение следует... Продолжение следует... Неожиданно. Цветочки. Спасибо. Приглашаю вас сегодня к нам домой, знакомиться с семьей. А мы что, снова новы? Не знаю. Должен вас сразу предупредить, что у меня сложные семейные обстоятельства. Женаты? Не-не-не, ну что? Как можно? Ну что, дети? Ну, племянники. Ну, это не опасно. Много их? Двое. И Женя. Сами все увидите. Тогда сегодня в 19.00. Договорились? Нет, ну если вы настаиваете... Я настаиваю. Посмотрите на нас. Ну, а дальше видно будет. Ну, ладно. Ты была права. Тромбоз. Сегментарные тонкие кишки. Будем делать резекцию с анастомозом. Давай я. Меняемся? Не доверяешь? Как можно не доверять спасителю Соне Поливановой? Я тебя прошу. Хоть ты не начинай, а? Руслан, давай. Все. Мой диагноз, моя операция. Ладно. Как ты эти вещи чувствуешь, а? Ну, а как? Когда у тебя нет возможности ни МРТ сделать, ни анализов дождаться. Слушай, вечерком сегодня подменишь меня? Нет. Вечером не могу. Вечером меня занят. Интересно, чем это он тебя занят? Ну, мало ли, что тебе интересно. Я же не спрашиваю, куда ты намылился в свое рабочее время. Я же молчу. Вот и молчи. Ну, вот и все. Я лучше Андрея попрошу. Давай. Давай, бери. Даю. Тяну. Есть. Здрасте. А у вас комиксы есть? Да. Комиксы есть. Вот там. Тебе показать? Нет. Сама найду. Женечка, слушайте, так вас обворуют. Вот тащит полмагазина за милую душу. Пока вы... Что? Болу-ку читаете. Может быть, вам еще одну книжку подобрать? Давайте. Вот что. Вас сегодня встречают? Нет. Тогда сюрприз. Приглашаю на каток. Каток? Летом? Зимой никак не мог собраться. А сейчас вдруг так захотелось? Ну, и за окном жара, охотится зимой. А вам? Мне тоже, но не из-за жары. Сребристый месяц, лед хрустящий. Окно в вечерней вышине. И верь душе, и верь звенящей, и верь натянутой струне. К восьми часам за вами зайду. До вечера. А сказки есть? И сказки есть. Пойдем? Ваш сын, конечно, разговаривает по-французски. Ну, а как вы думали? Конечно, шпарит так, что сама удивляюсь. Я говорю, наши дети должны идти дальше нас. Я, конечно, старалась все им дать. Но главный личный пример. У меня есть приятельница Анна Спиридонна. Она... Волчеткина. А! Так я училась у нее и в институте, и в инспирантуре. Как Тесенмир. Достойнейшая дама. Так вот, она всегда говорит. Un bon oiseau. Se dress lui-même. У сокола и дети соколята. Людмила. Чтоб вы понимали. Дети в этом доме. Это моя ответственность. Манеры, воспитание, образование. Это все я. Дети не будут вам мешать. Я имею в виду вам и Михаилу. Мам. Мне кажется, ты торопишь события. Я просто сразу хочу поставить все точки над «и». Я очень рада, что в жизни моего сына... Бабуль, можно я уже пойду? Да, можете оба идти. Так вот, я уверена, что Михаилу нужна именно такая женщина. Какая? С твердой рукой. Вы же хирург, я слышала. Ну, дома я обычно без скальпеля. Так что здесь, никого нет? Этот каток для вас, Евгения. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На метро прямая линия. Нет, нет, нет. Раз уж сам не могу, так хотя бы в такси посажу. Добрый вечер. Привет. Наконец-то. Евгения. Моя воспитанница. А мы знакомы. Привет, Жень. Привет. Коньки. Летом. Я была на крытом катке. Ну, нифига себе. Я тоже так хочу. Евгения, подойди ко мне. Откуда это? Мне подарили. Как подарили? Кто? Знакомый Константин. Какой Константин? Я не соображу. Фамилия. Я не знаю бабушку. Ну, Женечка. Что же ты так плохо подготовилась? Так, вы оба. Идите к себе. Людмила Эдуардовна. Я никак не могла предположить, что буду развлекать вас разговорами о том, с кем Евгения проводит время. Мам, на катке была, а не в ночном клубе. Михаил, если ты слишком занят, я сама буду встречать Евгению с работы. Зачем бабушка? Ни слова больше. К себе. Людмила. Да. Я очень надеюсь увидеть вас снова. Я буду стараться. Спасибо. Евгения! Вообще не очень понимаю воспитанницы. Женя же вам племянница. Ну, это мамины штучки. Конечно, племянница. Только не кровная. У нас же несчастье в семье. Мой брат Игорь и его жена Лиза погибли в автокатастрофе. Вот так. Осталось два мальчика. Вова и Валера. Ну и Женя, Лизина дочка от первого брака. Значит, Наталья Павловна сына потеряла. Горе какое. Да, Боря, неизбывная. Она виду никогда не подаст. Ну и принять тяжело. Я тогда даже на похороны не успел. Хоронили зимой. Я тогда на севере служил. Самолеты не летали, хоть ты тресни. Поэтому вы и вернулись. Ну, а как? Трое детей. Она одна бы с ними не справилась. Пришлось волиться. А вот жена не поехала. Как это? Я не понимаю. Из Питера в гарнизон. Но из гарнизона в Питер. Да нет, против Питера она не возражала. А вот чтобы все вместе жить, это ни в какую. Чужие дети мало кому нужны. А скорее, я сам не особо нужен был. Людмила. Мила, вы... Вы решили что-нибудь насчет меня? А вы насчет меня? Вы что, серьезно? Да тут и думать-то нечего. Я мечтал о вас всю жизнь. Мечтали обо мне? Мне как-то в голове это не укладывается. Я хочу, чтобы мы были вместе. Для меня это вопрос жизни и смерти. Что вы скажете? Ну, а что тут скажешь, когда вот так вот вы... Вот как вам откажешь? Михаил, вы меня ошеломляете. Если честно, я на это и рассчитывал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, Женечка. Доброе утро. Я решил, что могу позволить себе подвести вас до работы. Как ваши ноги после вчерашнего? Не болят. Ну и прекрасно, что не болят. Тогда предлагаю сегодня снова покататься. Ну, вы знаете, к сожалению, не получится. Возьмите, пожалуйста. Я их вымыла. Коньки. Зачем? Ну, бабушка считает, что у них хорошо принимать подарки от незнакомых людей. Мы знакомы? Мы с вами. Я что, с бабушкой должен познакомиться, чтобы пригласить вас на каток? По правилам. По правилам, да. Забавно. Хорошо будем действовать по правилам. Передайте вашей бабушке, что я мечтаю. Да-да-да, скажите, мечтаю быть ей представленным. Прошу. 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 А я спросила, я куда-нибудь до них ходила, да-да-да. Нет, всегда так. Он в карабах зарывается. О, он у нас калматолога после автошки. Паркуйся. Я сейчас. На каблуках. Чего уставились? А сама как думаешь? Вся клиника гудит, Мила Гурко крутит санврачом. Правда, что ли? Инга? Я клянусь, это не я. А что, роман был типа тайный? Да какой там? Женимся? Нифига себе. Это что, прям в ЗАГСе? Да? Представляешь? И я буду жить с свекровью и с чужими дистиками. Ты мне скажи, ты с ума сошла? Ну, зачем тебе это надо? Руслан, перестань. Лиховский хороший мужик. Вопрос. Почему не в твоей квартире? Да. Потому что хороший мужик не может бросить детей. К тому же, его родственники будут жить в моей квартире. О, как? Лиховский формалист, зануда и сапог. Вот от кого, от кого, от тебя я этого не ожидал. А я знаю, что ты ожидал. Что я буду вечно твоей правой рукой, неизвестной теткой и звать меня никак. Милочка, вы меня неправильно поняли. После что вы все к ней пристали. Он реально хороший мужик. Тем более влюблен в нее по уши. Да, он это сказал от изумления. Так, хорош. Вхожу за него и точка. Возражения имеются? Имеются. Так, работать пошли. Да. Чудные дела твои, господи. Угу. Воистину. Долгособуров. Это через черточку пишется? С Борисом Валерьевичем Долгособуровым. Вы не в родстве? С каким Борисом Валерьевичем? Наш знаменитый невролог, питерский. Без черточки пишется, слит на Долгособуров Константин Федорович. Чем занимаетесь, Константин Федорович? Бизнесом, Наталья Павловна. Каким? Стараюсь развиваться в разные стороны, чтобы не все яйца в одну корзину. Угу. Поняла. Яйца, корзины, образование. Что вы заканчивали? Ничего не заканчивал. Неоконченное высшее. И последний вопрос. Сколько вам лет, Константин Федорович? Четвертый десяток. И боюсь, это не исправить. Женя, поди принеси мою таблетницу из комнаты. И воды, пожалуйста. Хорошо, бабушка. Полагаю, Константин Федорович, вам, как взрослому человеку, понятно, что я никак не могу одобрить ваши отношения с моей воспитанницей. Рада была познакомиться, Константин Федорович. Понятно. Вынужден высказать вам свое особое мнение. Вы ошибаетесь. И в оценке характера наших отношений, и в оценке их перспектив. Я редко ошибаюсь. Если вы не делаете ошибок, Наталья Павловна, значит, задачки легкие. Всего доброго. Мое почтение. Женя, проведи гостя. Вы уходите уже? После того, как мы познакомились с вашей бабушкой, приглашаю вас в ресторан. И что, бабушка об этом думает? Бабушка? Бабушка не одобрит. Ну, тогда я не смогу. Жень, сколько вам лет? Двадцать один. Пора уже повзрослять и научиться со мной принимать решения. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Доброе утро. Завтракать пора. Кофе – это моя маленькая слабость. А вот Михаил должен себя сдерживать давлением. Тост? Да, спасибо. Обычно мы в неделю раз собираемся на семейный завтрак. Но, к сожалению, мальчики сегодня вас не дождались. Извините, а в смятку дай? Мы никогда не сервируем к завтраку яйца, сваренные более чем за три с половиной минуты. Воспользуйтесь ложечкой, дорогая. Передай мне молочник, малыша. Молока? Нет, нет, спасибо. Я только черный. Обычно я даже не успеваю позавтракать. Я думаю, вы скоро привыкнете успевать. Нам ведь тоже придется ко многому привыкнуть. У меня видение. Или это прекрасная Евгения? Здравствуйте, Руслан Романович. Здравствуйте, Женя. Я просто Людмиле Эдуардовне телефон привезла. Она на столе забыла. Женечка, а давайте я вам помогу? Нет, нет, спасибо. Хотя, вы знаете, может быть, вы ей его передадите. А я тогда побегу и не буду вас отвлекать. В вашем случае я всегда рад отвлечься. Мила, вы забыли на столе телефон. И Михаил Васильевич сегодня выходной. Я подумала, как вы целый день без него вдруг вас будут искать. Да ничего, обошлась бы. Пойдем-ка поговорим. Пойдем. Неблагодарная. Жень, спасибо вам огромное. А девичьим. Людмила Эдуардовна, тут по вашу душу ножевое ранение брюшной полости. Ладно, не получится, а девичьим. Я побегу. Пожалуйста, не задерживайся, ладно? Жень, я соскучился. Вернитесь к нам. Без вас пропал всякий смысл ходить на работу. Руслан Романович, скажите, пожалуйста, только честно. У нас с вами есть будущее? Будущее? Боюсь, что того будущего, о котором вы говорите, у нас нет. Я женат. И в моем случае развод невозможен. Простите. Акт расследования. Вы серьезно, да? А у нас тут комиссии, лишение премий и поголовное обследование на стафилококк. Поступил сигнал о нагноении. Мы обязаны выяснить, каким образом микроорганизм попал в рану. Вы знаете что? Вы возьмите этот акт расследования, вот так сверните его в трубочку и засуньте себе в ухо. Если на что-то наткнетесь, не пугайтесь. Это мозг. Угу. Прошу вас. Прошу. У нас все чисто. Микрофлора не выявлена. Это врач из поликлиники, который выписанной пациентке назначил УВЧ. УВЧ на рану? Ну да, согласен, глупо. Согласен. Безусловно, это вызвало нагноение. Ну что ж, ну извините. Я пойду? Идите уже. Тебе нравится издеваться над моим мужем? Прости, я не знал, что ты тут. Перестань над ним глумиться раз и навсегда. У него, между прочим, два высших образования. Это то же самое, что две насадки на миксер. Без миксера. Ах, боже мой, какие мы остроумные. То есть все вокруг идиоты, а ты один гений. Ну давай, назови меня еще дурой. Послушай, мы все прекрасно знаем, что здесь ты самая умная. Поэтому мы не можем понять, как ты могла выйти замуж вот за это. Не ваше дело. Здравствуйте. Мы, к сожалению, закрыты. Ну это полный, полный ужас. Сплошные убытки. Константин Федорович. Да. Послушайте, место здесь проходное. И для нас актуальный будет открыть фьюжный ресторан. Подготовка займет месяцев пять-шесть. Согласно дизайн-проекту, здесь у нас планируется... А мне нравится этот магазин? У меня, кстати, даже есть пару идей. В Америке посмотрел. Не зря съездил. Здравствуйте, Евгения. Константин Федорович. Я понимаю, вам позволительно быть романтиком. Но я считаю, деньги и место нужно закрывать. Персонал, конечно, мы трудоустроим, если есть кого трудоустраивать. Кира Викторовна, на сегодня ваш рабочий день закончен. До завтра. Спасибо. Всего доброго. Почему вы мне не сказали, что вы хозяин? Ну, вам и так со мной нелегко. То есть вы закрываете магазин, да? Думаю над этим. Я вас прошу, пожалуйста, не делайте этого. Почему? Он убыточен, и вряд ли с этим что-то можно сделать. Вы понимаете, просто для Антонины Ивановны это будет очень-очень большой удар. Ее до пенсии надо. Она как из подвала выбралась. А кто такая Антонина Ивановна? Здесь работает, а вы что, не знаете? Вы думаете, я знаю всех, кто на мне работает? А как? По-другому. Ну, хорошо. Что там с вашей Антониной Ивановной? У нее внук Петя. Он особенный мальчик, вечный ребенок. Дочке нужно помогать. У нее здесь и зарплата, и все. Она очень любит этот магазин, только и думает, как бы сохранить работу до пенсии. А когда пенсия? Я не знаю. Это первое ваше желание? Будут еще два? Будет. Просите, Женя, я жду. Ее внук Петя, он очень сильно хочет на море. Женя, это очень легко исполнить. То есть, это настоящее ваше второе желание. А третье? Если я выполню все, выйдите за меня. Вы делаете мне предложение? Вы же меня совсем не знаете. Зато я отлично знаю, чего хочу. Я жду третьего желания. Я так не могу. Скажи это честно. Вы влюблены в другого. Дайте-ка угадаю. Он женат и не хочет разводиться. В таком случае, это не мешает моим планам. Вы собираетесь домой? С удовольствием вас подвезу. Закрывайте магазин. Я жду вас в машине. Закрывайте. 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 Закрывайте магазин. Закрывайте магазины. Закрывайте. Закрывайте школа. Я жду вас в квартире. Закрывайте номерzent yaung. А ты думала, Анжелина Джоли? Милочка, добрый вечер. Здравствуйте. Вероятно, мне следует напомнить, что на ужин мы собираемся в семь часов. И кто-то должен его приготовить. А что, ужин еще не готов? А у вас, юноша, математика уже готова? Я к кому обращаюсь, молодой человек? Мила, вы уже устали, я все сделала. Да ты тоже не после прогулки. Иди отдыхай. Насмотришься на меня, потом замуж. Ты там и не вытрубилась. Милочка, ну раз уж вы все равно на кухне, сварите-ка мне вашего этого прекрасного кофе. Давайте я, Мила, последюжу. Изгения, замечу, если бы я хотела попросить себя, я бы так и сделала. Сварить чашку кофе. Не такой уж великий труд, не так ли? И пару ломтиков сыра. Только не вашего дешевого, а моего, французского. Ну, главное, кофе. Никто так его не варит, Милочка. Это ваш самый главный талант. А ничего, что я хирург экстракласса? Ну, я совсем не той, Милой Вики. Да то, то. Милочка. КОНЕЦ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну пусти, опоздаю. Что же за работа такая, что даже опоздать нельзя, а? Мил. Мил, у тебя деньги есть? Есть 10 тысяч на карточке, а что? Ну, Валерке новый телефон нужен. А со старым что, потерял? Нет. Он говорит, отстойный. Что отстойный моего? Мил, ну они же подростки. У них свои стандарты. Ну раз свои стандарты, возьми из тех денег, что Ибрагимов мне за статью заплатил. А ты что, и за Ибрагимова писала? Ну, а как же ты думал? Ну, что застыл? Бери. Миш? Ну так, эти ж мы профессору Гринбергу заплатили за занятие с Вовой. А как ты думала, Гринберг просто так, что ли, с Вовкой занимается? А у меня нельзя было спросить. Я целую неделю по ночам сидела за эти деньги. Можно было поинтересоваться, согласна ли я их отдать Гринбергу? Так и так понятно. Частные уроки. Деньги ведь общие, нет? Общие? Понятно. Мил, Мил, подожди. Я с зарплатой все верну. Я довезу тебя. Сейчас Женю только по дороге закинем. Сама какая-то. Михаил, поди сюда. Сядь. Что это было? Шуть за манеры у твоей жены. Оставь ее в покое. Она и так пашет на нас с утра, Иванович. Ну, что за выражение? Гляди-ка. Это что? Кавалер от гения. Константин, зачем владельцу книжных магазинов строить библиотеку? Разве это не конкурирующая организация? Вовсе нет. Чтобы продвигать книжный бизнес, нужно развивать привычку людей к чтению. Библиотеки в этом смысле не благотворительность, но инвестиции. Расскажите тогда, как вы справляетесь? Или книжные магазины «Десять гласных» — это такая игрушка. И вовсе не для прибыли. Действительно, это только 2% бизнеса. На книгах мы не зарабатываем. Но мы можем себе это позволить. Потрясающе. А вы сами любите читать? Странно. Книги меня спасли. Во всех смыслах. Они производят впечатление состоятельного человека. Например, я не успел закончить образование, и все, что я знаю, вычитал сам. Жене не надо с ним встречаться. Для богатого человека, такие как Женя, исходный материал. Выходит, Женин книжный принадлежит ему? И она молчала? Молчать, значит, уже научился. И у вас находится время для чтения? Ну, ничего. Запрет от влюбленного — все равно, что бензин. В самом деле, не встретили ту единственную? Встретил. Пойдем, пойдем. Да, Ир. Слушай, Женя, сглазить боюсь. Фонд какой-то появился. Говорят, Петя, мы ему могут помочь. Психолог на дом будет ходить. Ты представляешь? Учителя разные, даже по рисованию. Извините. Здравствуйте, вам помочь? Еще обещали на море вывезти. Нет, ты можешь в это поверить, а? Шаликова, говорю, не выписывать. Я понимаю, что коек не хватает. И что? Слушай, ну так бывает. Сегодня показатели хорошие, а вчера были так себе. Женя, а вы не видели? Олечка, нельзя вот так вот убегать. Я много раз тебе об этом говорил. Такую хочу. Купишь, купишь. А еще другую купишь. Я две хочу. Под леопардом. Жень, познакомьтесь. Ты считаешь мне Рося? Рося. А я жена Оля. Вот эту хочу. Рося. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, у вас есть рояль? Это красиво. Рояль? Да. Вот эту. Нет. Книжку мне. Пианино. Можно? Ну, оно в нерабочем состоянии. Вот такую хочу. Да, конечно. И такую? Да. Все время забываю вызвать настройщика. Почему вы спросили? Давайте сюда. Давайте, давайте. Я верну. Рад. Рад встрече, Женя. А со стороны-то посмотреть. Петя, какая красивая пара, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, мне-то понятно. У меня Петя такой. Вы думаете, она больна так же, как Петя? Да, да. Конечно. Как же он на ней женился-то, а? Удивительно. Нет, у нее не было задержки развития. Просто в один прекрасный момент взрослая женщина превратилась в пятилетнего ребенка. Шизофрения. Редкая форма. Шизофрения? Угу. К тому же он считает, что сам спровоцировал. Он хотел ребенка, настаивал. Сделали ЭКО, внематочная беременность, общий наркоз. Ну, в общем, пошел регресс. Пытались вытянуть препаратами, но у нее резистентность. Так бывает. Петя, бедная девушка. Очень ее жалко, и его тоже очень. Ну и как он ее бросит? Ну, а тебе самой нужен такой мужчина, который бросит валенную жену? Забудь, Руслана, слышишь? Отпусти его. Я вижу, что он к тобой увлечен, но ему нужно быть сильным. Я попробую. Тебе нравится Константин? Ну, он хороший. А Таня Ниван не помог ей вообще. Ну вот и живи реальной жизнью с реальным человеком. Ну, это разве достаточно? Человека же нужно понимать, любить, чувствовать. Ну, хорошо. Ну, а как ты ему поймешь и полюбишь, если ты сейчас ему откажешь? Ну, он же не всерьез мне это все предлагал. Ты так думаешь? Мне кажется, такие люди все делают всерьез. Так мне что, вы замуж? Я-то думала, вы меня отговаривать собираетесь. Ну, за Долгособорова отговаривать, знаешь, можно только из зависти. Смотри, такой жених бывает раз в жизни. А вот представь, вот он исчезнет. Пропадет. Ну, вот что ты почувствуешь? Олешка, ужинать иди. Я не буду. Ну, я буду. Посидишь со мной? Ладно. Итак, поднимаемся. Молодец. Здравствуйте, Женя, Михаил Васильевич. Да, можно Миша, Михаил. Хотя, давайте Миша. В таком случае, Костя. Ну да, обувь можете не снимать. В прошлый раз, кажется, снимал? Нет. Ну, как вам будет удобно. Благодарю. Миш, я бы хотел поговорить с Натальей Павловной с глазу на глаз. Вы не против? То есть, да. Я не против. Прошу. Оставь нас, Миш. Жень, что? Жень! Жень, смотри. Сыр за 8 тысяч. Моя маленькая слабость. Да мы его порежем, а? Во всяком случае, я за него плачу, а не она из своей пенсии. И этот. Этот чай из коробочки. Заварим? Как ты думаешь, хватит старуху удара? Мил, я вдруг поняла. Точнее, нет. Я почувствовала, что этот человек моя судьба. Ты меня пугаешь, Женечка. Но это же хорошо, разве нет? Без любви. А что, совсем не любишь? А можно любить совсем и не совсем? Ой, Жень. Сыр будешь? Неожиданно. Рад, что смог удивить вас. Но не всегда. Удивление бывает приятным. В таком случае, мне жаль, что расстроил. Вы понимаете, о чем меня просите? Вполне. Иначе бы я не пришел. Константин, я хочу знать о вас все. И поверьте мне, я умею слушать и слышать. И самый важный вопрос, который я хочу вам задать. Почему? Почему я прошу руки вашей воспитанницы? Или почему вы должны согласиться? Ответ на любой из этих вопросов один. Я люблю Женю. и сделаю все, чтобы она была счастлива. Поверьте, это в моих силах. Мы будем очень рады видеть вас как можно чаще, надеюсь. Вы понимаете, о чем я. Благодарю. Почту за счастье. Женя, мне кажется, тебе следует проводить нашего гостя, дорогая. Очень рад, Константин. Взаимно, Михаил. Что вам сказала бабушка? Да особо ничего. Оставил решение за вами. Признаться, такого демократизма я от нее не ждал. Ну вот, вы уже всю семью мою изучили. А про вашу я совсем ничего не знаю. Да нечего особо знать. Мама давно умерла. Где отчим, я не знаю. И вы раньше женаты не были? Был. Тоже очень давно. Я обычный человек, ничего во мне загадочного нет. Прошу. А туда? Зачем? Чтобы не бояться. Что это? Здесь внизу будет библиотека. А сюда люди будут подниматься летом. Наслаждаться красотой Петербурга. И читать. И читать. Это можно считать твоим третьим желанием. Выходи за меня. Выйду. Виктория Беляева. Следственный комитет. Убийство по неосторожности в ходе любовных утех. Партнерш перестарался. Это не по неосторожности. Это преднамеренное убийство. А у нас все интереснее и интереснее. Да? Паранормальное происхождение преступника точно не рассматриваете? Не нравится мне это все. Ты меня не любишь. Ты любишь свою жену. Я люблю свою работу. Вика, вот вы еще молодая. Много вы не понимаете. Думаете, что жизнь из одной работы состоит? У меня появился подозреваемый с железным мотивом. За такое запросто можно иметь. За что? За измену. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О чем еще может мечтать книжная девочка? Да вы поймите, мы не можем так работать. Вы думаете, только от врачей зависит здоровье пациентов? Нам нужны расходники и в полном объеме. Они нам нужны не вчера, а позавчера. Да. До свидания. Все, воюешь. Можно хотя бы один день без боевых действий? Да хотелось бы, но ты, видишь, не захочешь, а все равно сорвешься. Ты видела ремонт во втором корпусе? Ну и что с ним? Да жуть! Левой ногой из самых дешевых материалов. Я как увидел, я сразу к директору. Я говорю, вы как хотите, я такой ремонт не приму. А он, представляешь, стал мне намекать, если я на кое-что закрою глаза, то он назначит меня заместителем по административно-хозяйственным вопросам. Вместо Яковлева? А что, он уходит? Да понять не имею. Теперь он ходит зверем на меня смотрит. А я Харькову сразу сказал, не надейтесь, я это, подписывать не буду. У меня вот уже акт составлен. Так, стоп! Заместителем? Миш, ты в общем в своем уме? Там зарплата в три раза больше. Да плевать я хотел на их зарплату. Не буду я ни на что закрывать глаза. В смысле плевать на зарплату? Тебе на зарплату плевать? В тот момент, когда я надрываюсь, беру дополнительные дежурства, я пишу статьи за этих идиотов, тебе на зарплату плевать, да? Ты что, продала бы душу Харькову за зарплату? А зачем так говорить? Надо просто нормально подойти к людям. Ну, разве ты на это способен? Ты же думаешь только о себе. Я, между прочим, думаю о больных. Не как супруги Лиховские скандалят. Каков повод? Да. Михаил Васильевич, у вас катетеры в жутком дефиците. Да. Ко мне на подпись. Вот, зашел, так сказать, уведомить начальство. Ну, а пока вы думаете, что ответить подчиненному, извините, скоротаем время в непринужденной беседе. Как поживают украшения вашего семейства, Женечка? Замуж выходит. Вот это удар, жаль. Очень жаль. А че это вам жаль? Всегда жаль, когда такие удивительные девушки выходят замужем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Может, поешь, ты даже не завтракал? Разве можно еще съесть? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если тебе нужно, я могу куда-то на время уйти Не нужно Ну вот и словно, я в душ Войдите Доброе утро Константин Федорович распорядился завтрак в десять Налить вам кофе? Я сама Спасибо, что заходите, беспокоитесь, это же не ваша обязанность К соседке моей вон хирург не ходит К соседке моей вон хирург не ходит Прям не знаю, как вас благодарить Скорее поправляйтесь, это лучшая для меня благодарность Здрасте Здрасте, Ирина Васильевна послала Говорит, Волчеткина нет еще Что сказать, чтобы операцию отложили? Прям уж, справимся без него Я завтра зайду До свидания Виталий Сергеевич, можно мне выйти? Передумали к бабушке Сейчас, найду где встать Вы только меня не ждите, пожалуйста Я прогуляюсь, а потом сама доберусь Хорошо Женя Женя Здрасте, Руслан Романович А я смотрю и глазам своим не верю Да, вас, конечно, ни с кем не спутаешь Ни на кого не похоже А вы здесь живете? Я не знала Да? Вон мой дом Ну что же, поздравляю вас с замужеством Вам на пользу Удивительно похорошели Спасибо большое Каково это быть замужем за богатым человеком? Я не знаю А вообще, мне кажется, я всех обманула Как это? Кого? Всех горничных Водителей, официанток Мне иногда кажется, что я даже в университет не вернусь А университет здесь при чем? Понимаете, я собиралась жить совсем другой жизнью Я собиралась учиться, работать в библиотеке Жить как все А сейчас вышла замуж И у меня получается Совершенно другая судьба Жень, это ваша судьба И она вам улыбается Цените это И не отворачивайтесь от ее даров Простите, пожалуйста Я, получается, совершенно зря жалуюсь Хотя вовсе не из-за чего Я вас очень прошу Перестаньте вы извиняться Но в конце концов У меня сегодня отличный день Я встретил вас И все былое Век бы вот так сидел И просто с вами разговаривал Но, к сожалению, нужно бежать в клинику До встречи, Женя До встречи Я не понимаю Как я мог опоздать на операцию Которую я не назначал Я бы вообще не стал оперировать Подлечил бы сначала Решил оперировать, а я виноват И вообще Для приличия могла бы поинтересоваться Моим мнением В следующий раз Обязательно поинтересуюсь Из приличия Слушай, а если тебя не интересует Мое мнение Может быть, тебе попробовать С кем-нибудь другим поработать С Побегаловым, например Ну, это сам с ними работай Он безрукий Как Венера Миловска Да Глупее всего Что этот безрукий доктор наук А ты Всего лишь кандидат На Спаске вообще никто Ну и зачем мне, скажи На милое звание Которое равняет меня С Побегаловым А здесь ты уже не права Нет Упиваешься Своим тайным превосходством Здесь никто твоего мизинца не стоит Хотя нет Спаски Спаски стоит Да ничем я не упиваюсь Устала я от вас Вот что Отдохнуть тебе надо, матушка Спасибо, батюшка Батюшка Нашелся? Тебя Милая искала Она не искала Она рвала и метала И до сих пор, по-моему, не особо успокоилась Ты вообще как? У тебя круги под глазами Да нормально Всю ночь не спал Более Какой-то вирус Ну ты звони, если что Я подменю Спасибо Я пошла? Да Что за вонь? Ой, Вов, не раздевайся внизу, пожалуйста А то воняет Я устал Два шага подъездом Я правда очень устал В смысле устал? Ну вот так устал, представляете себе? Скажи, я вам кто? Прислуга? Я на работе, между прочим, по шуму Жизни спасаю А здесь я вам кто? Не надо, не отвечай Я знаю Дойная корова Музыка для Вовы Телефон для Валеры Конфеты для Натальи Павловны Ах, у меня появилась потребность В австрийских конфетах И в японском чае И во французском сыре И в бесплатной прислуге Я коммунизм Для отдельно взятой старухи Мы тебе так неприятны Ты так несчастлива Я немедленно, немедленно вернулась бы в свою квартиру Если бы Наталья Павловна не поселила там своих родственников За мой счет Я думаю, мы семья Семья – это когда трое изволнованных бездельников На горбу одной измученной тетки И ее бессловесного мужика Скажи, ты зачем на мне женился? Тебе так мама шевелела? Она посчитала, что твоей зарплаты мало Чтобы всех их задержать Я думаю, у нас будет двое Мил, ты куда? Пойду писать статью за Шаповалова За музыку кто-то должен платить Пойду посижу в дворе Чтобы вам кофе не варить Пока пишу Субтитры сделал DimaTorzok Что, тебе все это не нравится? Нет, все хорошо Вежливость и воспитание Пока все Это не так Так? Не страшно Спешите-ка Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Костя. Костя. Что с тобой, Костя? Я кричал? Я не знаю. Кость, может быть, это я кричала? Кость, мне снился какой-то странный сон. Девушка, какая-то девушка убегала и звала тебя. У нее еще волосы были такие длинные, рыжие. Рыжие? Кажется, да. Что с тобой? Не знаю. Кто ты, Женя? Ангел или демон? Я что-то не то сказала? Не важно, ты тут ни при чем. Спи, я сейчас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, все хорошо. Давайте я вам помогу. Вот. Вы какая-то грустная. Что-то случилось плохое? Да, у нас каждый день что-то случается. Зато и хорошего сколько. Большие заслуги у врачей перед Богом. А спрос у нас какой? Вот как человеку выдержать? Ну, это, милая Эдуардовна, так устроено. Чем больше отдаешь, тем больше возвращается. А ваших сил на две жизни хватит. Это потому что я ем за двоих. А у вас как, аппетит появился? Да-да, не беспокойтесь. А из дома что-нибудь приносит? А некому, одна я. Подруги есть, но они уже сами еле ходят. А дети? Сын? Ну, он далеко. Мой тоже. А муж есть? Имеется. И что, хороший человек? Даже слишком. И что, для всех хорош, кроме жены? Ну, что-то вроде этого. Ладно, я еще зайду. Жень! О, осторожно. Боже мой, как я по тебе соскучилась. По вечерам даже поболтать нельзя. А ты что здесь делаешь? Желудок болит. Посоветоваться надо. Жень, я хирург. Тебя бы в поликлинику. Там очереди, а вы все знаете. Ой, когда же это все закончится? Как будто замуж не выходила. Пойдем. Чужая жена. Это самая привлекательная категория для мужчин. Что ты мне нашла? Красивые глаза? Рост? При чем здесь рост? Он людей спасает. Вы же видите, какой он? Какой? Все же говорят, врач от Бога, талант. Руки необыкновенные. Ты еще скажи про Соню Поливанову. Так это же правда. Он девочку спас, никто же не брался. Господи, какого черта? Это я ее спасла. Я. Как? А вот так, милая моя, твой герой, Руслан Романович Волчеткин, это только красота, манера и голос. Остальное все я. Кто писал за него диссертации? Кандидатскую, докторскую? Я. Кто ставит диагнозы? Я. Это у меня золотые руки, поэтому он со мной долгие годы оперирует. Однажды мне надоело терпеть унижение из-за того, что я, папа, курица, полезла в хирургию. Мы объединились и создали торговую марку под названием «Профессор Волчеткин». И вот тебе блестящий результат. Чудесный хирург, талантливый ученый, завкафедрой. Все так прекрасно получилось. Вот тебе и Соня Поливанова. Его не существует, да? Это как все равно. Только, только внешность. И запомни, у тебя есть муж, который тебя очень любит. Мила, ты чего несла? А что, не правда? Нет, ну это, конечно, было раньше, но теперь нет. Ушланд хороший хирург, и ты это знаешь. Так вот, для нее это будет лучше. А, а ты точно для нее стараешься? Или из тебя обида лезет? Из меня уже давно все вылезло. Вот ничего не осталось. Мне надоело пахать, понял? И ради этого семейства, будь оно проклято! Ради тех больных! Ничего, кроме прямых обязанностей. Ни одного лишнего движения. Вот, на. Шаби твои купила. Мила, ты так не сможешь. Хороший врач тот, кому не все равно. Хорошего врача больше нет. От и до. Милка! Самуилович, видела, что творится? Что здесь? Светиков Валентина Игоревич, 82 года. Инфаркт, пневмоторекс. У вас дежурство кончилось? Поставите плевральный дренаж. Ну, а что делать? Давайте в смотровую. Извините, я пешком. Евгения Андреевна, случилось что-то? Нет, все в порядке. Вы поезжайте, я просто хочу побыть одна. Евгения Андреевна. Людмила Эдуардовна, я думал, ты уже сменилась. Дренаж деду ставил из пневмоторекса. Не нравится мне этот дед. Ой, послушай, деды никому не нравятся. Это нормально. Слушай, попроси, чтобы мы гастроскопию сделали. Аниматологи не дураки, сами разберутся. Ты тут при чем? Тебя зачем вызвали? Дренаж ставить, так? Ну, иду и домой. Где ты была? Так нельзя. Прости, пожалуйста. Что? Что же? Все хорошо. Правда? Правда? Угу. А сегодня отбываете? Сразу после фуршета. Отметим с коллегами новый контракт и завтра поеду. Ой, какая жалость, что Евгения не может с вами поехать. Китай. Это так необычно. Ой, а мне как жаль, Наталья Павловна. Да я понятия не имею, сколько там проторчу. А у Жени новый чудный год на носу. К тому же долго откладывал, что вылилось в перегруженный график, постоянные переезды. Женя, это ни к чему. Ну, мы поедем в будущем году. Я с вами. Хоть в Китай, хоть в Бангладеш, лишь бы подальше от этой клиники. Вечеринку посетить не желаете? Желаю. Но не могу. У меня же каторга. Тогда, может быть, вы, Наталья Павловна? Да, упаси Бог. Я одного не поняла. А вы в Китай. А Женя где будет жить? А в гостинице? Одна? Нет, это совершенно неприлично. Почему? Ну, ты должна бы это понимать, Евгения. Одна в гостинице. Нет, это исключается. Мила, ну, скажите хоть вы. Одна в гостинице. Ни забот, ни хлопот. Нельзя, потому что слишком прекрасно. С чего я взяла, что вы поймете? Так вы хотите, чтобы я сюда вернулась? Ты понимаешь, что ты говоришь? Евгения! Молодая жена возвращается в родительский дом только в одном случае. В случае разрыва. Кто сказал? Для вас я. А вообще, это правило приличия. Нет. Боюсь, Константин, мне придется переехать в вашу гостиницу и пожить с Евгением, пока вы не вернетесь. Мила, Мила, куда вы? Я вынуждена извиниться перед вами, Константин. Все в порядке. Ну, я в свое оправдание скажу, что в отличие от Евгении, Людмила Эдуардовна не является моей воспитанницей. Что касается вашего предложения. Женя, я думаю, что Наталья Половна права. Мы покупаем квартиру. Я правильно вас понял? Вы ведь это имели в виду? Если кто, то ты способен меня понять, Константин. Так это вы. Домашнее варенье просто изумительное. Вы сказали, что при вскрытии нашли язву желудка скрыть течение. Тебя на что вызывали? На осмотр? Нет, на дренаж. Ты дренаж сделала? Да, остальное уже не твоя забота. Реалиматологи должны были думать. Я чувствовала, я знала. Можно было успеть прооперировать. Да с чего ты взяла? В таком состоянии он умер бы от наркоза. Вот решила жить по-другому, что и натворила. А при чем здесь стыд? А ребята, можно сказать, не доглядели. Ты тут ни при чем. Нет. Мила никогда этим ребятам своих пациентов во время дежурства не доверяла. Вот и кончила свое никогда. Быстро и страшно. Мил, я сейчас кофе сделаю. Кость, мне из сапоги-то купить миллион терзаний. А тут квартира. Наш юрист поможет выбрать тебе риелтора. Проверка, деньги и документы – это не твоя забота. Тебе нужно одно выбрать и уложиться в сумму. Ничего трудного. Это вообще самое сложное. Слушай, а вот вдруг я все испорчу. Совершу, например, какую-нибудь роковую ошибку. Все-таки это очень-очень большие деньги. Помнишь, однажды ты выбрал мне книгу. Это был лучший выбор из всех возможных. Теперь выберешь нам дом. А лучше тебя это никто не сделает. Кость, как ты можешь мне доверить такое важное дело? Я бы себе такое, наверное, никогда не доверила. А я доверяю тебе настолько, что даже не буду лезть. Ничего не хочу слушать. Помоги, пожалуйста. Вот эту точку нужно продеть вот сюда. Пора взрослеть, моя девочка. Я вернусь. Ты меня встретишь. И мы, мы поедем в наш новый дом. Кость, ну я вообще-то губы накрасила. Ну тебе прочь. Давай собирайся. Константин Федорович, привезите мне пару симпатичных китайцев. Легко. Только богатых. Заманить, заманю. А как удержать, ты уж думай сама. Тоже мне задача. Так я жду. Жди, Мария. Благодарю. Константин Федорович. Ну как же так? Оставляйте молодую жену без присмотра. А молодая жена будет очень занята. А, а чем же это? К моему приезду Евгения Андреевна должна найти нам квартиру. Да, Женечка? Видимо придется. Извините, Костя, можно вас на одну минуту? Милая Евгения, украду вас Константина. Милая Евгения, украдите, пожалуйста. Ну что, есть у вас что-то на примете? Пока нет. Я слышала, на Васильевском острове есть чудная квартирка. Константин Федорович очень любит этот район. И, кстати, она находится напротив магазина «Локс». А я, я, по-моему, знаю этот дом. Там Руслан живет. Знакомый. А, ну, я тогда пришлю «Контактик». Женя, что она тебе говорила? Не верь ни одному ее слову. Она, между прочим, к твоему мужу подкатывала. Только не вышла. Да она ничего такого не говорила, только хорошая. Болевская. Хорошая. Ой, ну, знаешь. Стой! Можно? Не помешал? Заходи я. Ишь, давай дома. А я к Руслану Романовичу. Пришел передать приглашение от своей матери. Хочет возобновить, как бы, старое знакомство. Приглашает Анну Спиридоновну в гости с сыном и ее невесткой. Благодарю. Обязательно. Обязательно передам. Да. Мил, ты чего из-за Светикова расстроилась? А ты что, уже знаешь? Что уже вся клиника знает? Родственники в суд подали. Будет комиссия по изучению летальных исходов. Тебя вписали. Они что, с ума сошли? Она дренаж ставила, а осмотр не производила. А вам что, не сказали? Реаниматологи утверждают, что Мила производила осмотр и сказала им, что все нормально и гастроскопию проводить не надо. Ничего подобного не было. Вот сволочи, а! На других спикнуть хотят. Только у них-то ничего не получится. Есть же журнал, где-то отмечается. Ты там что написала? Дренаж, не осмотр? Ну конечно. Ну вот. Ну они же все равно считают, что я, что я деда угробила. Ты перестань. Да чего ты нервничаешь? Все же нормально, если просто дренаж ставила. Если? Миш, иди отсюда. Иди домой. Милка, ну чего ты так с мужиком-то? Он же этого не заслужил. Ну потому что он всегда говорит и делает не то, что нужно. Ну а что ты хотела, чтоб он сказал? Да. А ты знаешь, знаешь, что я хотела бы? Я хотела бы, чтобы он мне сказал, да брось ты эту работу. Забудь ты это дерьмо. Не думай ни о чем. Ну вот почему нельзя, как у Жени с Долгособором, вот никаких забот о хлебе насущном и ненасущном. Нельзя думать только о высоких интересах. Никаких дедов, инфарктов, грязи. Вообще ничего, никакой вины. Ну ладно, милый, успокойся. Неплохо. Хочешь коньячку? Хочу. И я. Не, ну я этих реаниматологов. Пошли, надерем вам задницу. Ну что, веди себя хорошо. Угу. Может, я все-таки с тобой в аэропорт провожу? Ну зачем? На дорогу их пробки чего тебе мучиться, а? Может, мы зря потратили последний день на вечеринку, а? Кость, я должна тебе сказать, я не хочу, чтобы между нами были какие-то тайны. Так. В общем, тот человек, в которого я была влюблена, когда мы с тобой встретились… Женотый? Угу. В общем, я хочу, чтобы ты знал, этого больше нет. И это твоя тайна? Нет такие тайны, как у тебя, а у меня совсем другая. Какая? Все, поехал. Угу. Вы понимаете, я бы не рискнула им посоветовать венчаться. Константин очень этого хотел. Очень серьезно он к этому относится. Ну вот. Этим самым он меня в конечном итоге и подкупил. Ну, конечно. Венчание – это обязательство на всю жизнь. Руслан с Ольгой в свое время тоже венчались. Долго еще? Ну, недолго, недолго. Ну, потерпи немножко, потерпи. Ну, потерпи, пожалуйста. Хочешь, книжку вычит? Руслан Романович, селедочки под шубой не желаете? Селедка замечательная. Мила готовила. А, ну, если мила, то, конечно, уважаемый Михаил Васильевич. Скажи еще глубоко «уважаемый». Так, хватит. Ну, за что выпьем? Предлагаю за ваш чистый брак. О, я открою. Сиди. Сама открою. Ну, то есть придем домой. Скоро пойдем. Пойдем. Здравствуйте. Евгения, мы тебя сегодня не ждали. Мне нужно книжки забрать. Я не знала, что гостя. Анна Спиридоновна, вот представляю вам свою воспитанницу. Евгению Долгособурову. Очень любит книжки. Очень рада с вами познакомиться. А ты… Нет, поди принеси прибор для Евгения. Иди сюда. Ну, а с Русланом Романовичем, я полагаю, вы знакомы? Да. Наблюдал за Евгением издалека, но с восхищением. Иди сюда. За мой счастливый брак. За блестящую карьеру. За бесупречную репутацию. За все, что я сделала со своей жизнью. Иди сюда. Иди сюда. Вот я гад, конечно. Так и не вызвал настройщика. Хотите, я дам телефон нашего? Хотите? Мне сказали, в вашем доме продается квартира на четвертом этаже. О, это еще дореволюционные хоромы. Раньше там была коммунальная квартира. В одной из половинок выросла Оля. Ну, а потом… Потом родители продали свою часть соседке. Мам, ты же, по-моему, была с ней знакома, да? Ну, как знакома? Просто знала, что она живет там. У Завасильевна в последние годы ни с кем практически не общалась. Очень одинокий человек. Кто наследник этой Музы Васильевны? Наверное, Римма и ее сестра, вроде, больше некому. Ну, они не ладили. Они многие годы вообще не общались. Римма обижалась за что-то на Музу. Теперь квартира ей досталась. Но я не завидую тому человеку, которому придется с ней общаться. Жень, у вас есть риэлтор? Вот пусть он этим занимается. Вот. Спасибо. Спасибо. Хозяйка ваши данные запросила? Я отправила. Ничего? А то не разрешила бы показывать. Ой, не знаю, как вы, а я никогда такой квартиры не видала. Вот могла бы прямо тут на палычке и спала бы счастливая. Ну, пойдемте, комнаты вам покажу. Угу. Ну, видали? Это ж вообще… Красота. Проходите, я вам гостиную покажу. Угу. Рояль хозяева забирать не хотят, он в дверь не проходит. Если вам не понадобится, то ну что делать? Будем ломать. Как говорится, ломать не строить. Дурное дело не хитрое. А рояль останется? Рояль ждал нас и квартира тоже. Понравилось? Ой, слава богу. А то я испугалась, что не приглянется вам квартира. А начнем торговаться даже не знаю. Хозяйка видно, что с нормом. Это я-то? Ой, Римма Васильевна. Да я сама доброта. Здравствуйте. А мы не знаем, что вы здесь. Ходим вот квартиркой восхищаемся. Знакомьтесь, Евгения Долгсобурова. Квартира интересуется. А где сам? Кто его муж? Ну да. Он в Китае в командировке. Так Римма Васильевна, а нам муж не нужен. У нас доверенность оформлена. Все права у Евгении. Когда возвращается? Костя? Ну да. Может быть второго, а что? И зачем ему эта квартира? Как зачем? Жить. Он что, здесь жить собирается? Ну он вообще-то не знает этот сюрприз. Ну конечно. Забавно. Так что, нравится? Очень, да. Так а как же, может такая квартира не нравится? Только Римма Васильевна, дорого. Ага. Скидочку сделайте. Покупатель хороший, проверенный. Покажите заинтересованность. Скидки не будет. Берете? Берем. Ну только юристы сначала все проверят, а потом уже берем. Простите, пожалуйста, а мы можем как-то этот процесс ускорить? Просто я бы хотела как-то побыстрее въехать. Торопитесь? Я не возвращаю. Можете хоть завтра выезжать. А как же мебель, вещи? А это все ваше. Хотите, оставляйте. Хотите, выкиньте на помойку. Я к этому не имею никакого отношения. А фотография – это же память. А я ничего не забыла. Все начинается с запрещенной музыки, сборища, вечеринки, наркотики и расклеения малолетних. Подсудимое обвинение вам понятно? Обвинение мне понятно, гражданин судья, но я не виновен. Нужно будет все аккуратненько сделать, соблюсти все формальности. Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию. В этом ты у меня мастер. Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе. А можем расстрелять невиновного. Вот ты выбирай. Принимайте решение. Я на вас не давлю. Свою точку зрения я не навязываю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нет, я, конечно, очень довольна, что он женился. Он бы одел и бьен, дю бьен. Милочка, приятная женщина, но, как бы это сказать, не нашего круга. Нет, я понимаю, она у вас училась, все такое, но есть в ней что-то такое купеческое. Вы не находите? Наталья Павловна. Здравствуйте. Ой, Мила, как вы вовремя. А где Михаил? А он машину паркует, сейчас поднимется. Ну, очень хорошо. Ждем вас к столу. Добрый вечер. Кто ты такая? Почему не живешь в этой квартире? Оказывается, в трауре есть глубокий смысл. Ты не знаешь, как жить, а тебе говорят, покупай черное платье и вари кучью. Это и есть смысл. Раз нужно повязывать голову черным платком, значит… и жить нужно. Милое варенье. Ну, кладите, кладите. Ну, что это за порция для такой, как я? Прошу прощения. Я сейчас вернусь. А что это за представление? Веду себя согласно социальному статусу. Простите, я на минутку. Давайте еще чеку. Давайте. Мам, я даже не спрашиваю, что у вас с Милой случилось. А что могло произойти? Вы только вошли. Я не угрожаю, что мы уедем с ней жить в ее квартиру. Я детей не брошу. Знаешь, что я сделаю? Я с ней разведусь. Чтобы она не мучилась, чтобы ей не приходилось терпеть все это. Что все это? А мы заживем по-старому. Ты, твои внуки-сироты, твой быстро стареющий несчастный сын. Хозяйка квартиры, я тебя спрашивала, она очень странная. Прораб приходил. Удивляется, что я готова жить тут во время ремонта. А тут столько места. На самом деле мы с ними даже пересекаться не будем. Завтра начнут. Что, и ты что, уже переехала? Ну, Жень. Меня здесь лучше, чем в гостинице. Кость, извини, пожалуйста. Давай уже прощаться. Просто я как-то не очень хорошо себя чувствую. Съела какую-то ерунду из коробочки. Ну, прими что-нибудь. Угля, например. И напиши мне потом, ладно? Да. Давай. Пока. Люблю тебя. Значит, Людмила Эдуардовна утверждает, что поставила Светикову плевральный дренаж по просьбе реаниматологов. Диагноз не ставила, осмотр не проводила. А вы, Антон Юрьевич, говорите, что… Что в истории болезни она написала совсем другое. Что осмотр был проведен и гастроскопия не показана. В той самой истории болезни, из которой была вырвана страница. Именно, Людмила Эдуардовна. В той самой истории болезни, которую чуть ранее просматривал доктор Лиховский. Ты знакомый с ним? Ну, конечно. Это же мой муж. Угу. Он, скорее всего, язык вырвет, чем страницу из документа. Тем не менее, его видели. С истории Светикова в руках. Фамилии свидетелей в моем заявлении. И свидетели видели запись доктора Гурков? Там был просмотр пациента? Конечно, было. А в графе гастроскопии стоял прочерк. Да, Игорь Сергеевич? Кажется. Я глубоко уважаю квалификацию и личные качества Людмилы Эдуардовны. Так замести следы, уничтожить документальное свидетельство и переложить вину на коллег, это уже преступление. Я все понимаю, Петр Семенович, так и свидетель все-таки был. Какой? Доктора Волчаткина я уже опрашивал. Он не свидетель, его не было смотровой. Ах да, какая-то была медсестра. Но кто конкретно? Абасова Семенова не признаются. А Семеновская болела. Так назовите фамилию. Я не помню. Не могу. Был вечер, я устала. Ну вот видите, наконец-то слово правда. Устали, перепутали. Так разрешите. Заходите, милый, Петр Васильевич. Очень кстати. Вопросы к вам. А вы кто? Терехова Татьяна, медсестра из урологии. Это я дежурила двадцатого в приемном. Саша Семеновская заболела, меня подменить послали. Точно, я тебя помню. Подожди, ты же беременная была. Меня на следующий день по скорой забрали. Преждевременные роды. Мы и сейчас в больнице с маленьким. Вот отпустили на часок. Так что вы видели? При вас доктора Гурько дренаж ставила? При мне. И вы видели то, что Людмила Эдуардовна написала в истории Светикова? Ну да, что поставила дренаж. И все. А что еще? Слушайте, ну это смешно. Лиховский достал ее как туз из рукава. Успел обработать. Кстати, доктор Лиховский брал эту историю? Да, на другой день заходил и смотрел. Мы уже с Абасовым вместе дежурили. При вас смотрел? Мог страницу воровать? Ну, даже если мог, Антон Юрьевич сразу после него смотрел, тогда точно все было нормально. Он ничего про вырванную страницу не сказал. Павел Семенович, слова от Итианы Николаевны, записанные юристом нашей клиники, прошу приобщить к делу. Ну, к какому делу? К какому делу? Нет никакого дела. Никогда ее не было. Что вы сразу все в бой кидаетесь? Людмила Эдуардовна, я приношу вам свои извинения за то, что оторвал вас от работы. Можете возвращаться к своим обязанностям. И вы, Михаил Васильевич, тоже. Вы тоже свободны. Спасибо. Спасибо. А вот с вами, Антон Юрьевич. И с вами, Игорь Сергеевич. Боюсь, придется продолжить. Игорь Сергеевич. Игорь Сергеевич. Уволог. Стыдно, конечно, но ничего другого на ум не пришло. Хорошо, согласилась. Миша, спасибо. Я думал, ты меня убьешь за то, что я историю ходил проверять. Ладно, я побегу. У меня ж сегодня инспекция. Знаешь, сколько пропущенных звонков? Я ж пока Татьяну искал, все дела забросим. Все. Увидит же. Да плевать. Все, иди. Иди. Ой. Мам, я хочу, чтоб ты узнала первым. Хотя ты, наверное, и так знаешь. У меня будет ребенок. Мне почему-то кажется, что девочка. Девочка Лиза. Продолжение следует. Вот ты кто? Катя. Кричит его. Не, ну что за сволочи, а? Ведь самое страшное, что с ними работать придется. Я им отомщу страшной местью. И твой муж мне в этом поможет. Вот, пожалуйста, прошу тебя, только не втягивай. Ему своих воин хватает. А ты не знаешь, где Андрей? Давай я ему расскажу. Нет. Андрею сейчас явно не до этого. У него пациент умер. Как? На столе? У него же не умирает. Он заговоренный. Ну, видимо, закончился заговор. Молодой парень упал с девятого этажа. Никто бы за него не взялся. А Спасский взялся. И вообще в последнее время он как-то очень сильно сдал. Спина, говорит, постоянно болит. Но МРТ делать отказывается. Слушай, отпусти его домой. Я за него смену отработаю. Да предлагал уже. Ни в какую. Говорю, что здесь ему как-то легче. А может, он и прав. Здесь хотя бы никому ничего объяснять не надо. Андрюш. У вас фамилия Кречетова? Нет. До свидания. Ну, может быть, Екатерина Кречетова – это моя родственница. Ну, вдруг. Я права не имею. Я лицо официальное. А вот каменотесы – нет. У них мастерская на соседней улице. Скорее всего, Стеллу делал их бригадирный Руколямов сам. Спасибо за помощь. Только сейчас там никого нет. Они работают со вторника по четверг. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что там? ДТП, перелом колени со смещением. Обломок задел в подколенную артерию. Большая кровопотерия. Давайте быстрее во вторую. Остановили, как могли. Давайте, давайте. Что там, Руслан? Слушай, тут развив под колено, и ты в таком состоянии не сдюжишь. Я вызову кого-нибудь. Да пока ты будешь вызывать, парень ноку потеряет. Беги я следом. Не, Андрюша, это бесполезно. Тут без протезирования никак. Давай, ты главный. Ирочка, протез принесли? Да. Там почистить нужно. Подрежь концы. Андрей. Андрей! Андрей, посади его. Маску сними. Скальпель. Скальпель, посади. Реаниматологов быстро. Что дальше? Десятку морфина. Десять морфина. Быстрее. Какого? Ничего не понимаю. Один миллилитр на десять гидрохлорида натрия. Быстро. Ноль девять процентов. Так, Сережа, кали ты. Колишь очень медленно. Медленно. Давление сто тридцать пять на семьдесят. Нитроглицерин быстрее. В физрастворе? Да, да. Капельницу давай. Что у тебя там пищит, Руслан? У меня все нормально. Сейчас будет нормально. Ну, где они? Зажим. Ножницы. Скальпель. Реаниматологов во вторую. Срочно. Сейчас будет все нормально. Так, Ира, ты не перчатывай. Мне нужна будет твоя помощь. У нас инфаркт. Ира, быстрее, прошу тебя. Да. Зажим. Зажми. Зажми! Да. Я чувствую беду. Беда близко. Она придет от Анатолия. Он все время приносит ей подарки. Тряпки, украшения. Я просила Кате не принимать, не пускать его. Она только смеется. Я пыталась предупредить мальчишку, но он как будто под гипнозом. Катя вертит им как хочет. Значит, она не зря боялась. Боже мой! Что это? Как ты тут оказалась? Лития. Как я здесь оказалась? Андрюшка. Андрюшка, только не ты. Держись, пожалуйста. Молиться за тебя буду. Молишься? Ну, а как? У нас все. У нас препараты, оборудование, технологии. Понимаешь? Остается только молиться. Ничего, я тебе не советовала. Просто упомянула. Вы не просто упомянули. Вы прислали мне адрес. Вы что-то знаете? У мужа своего спросим. Значит, что-то есть. Я спрошу. Но прежде мне хотелось бы узнать, зачем вы указали мне конкретное место, где я должна быть? Вы что-то пытаетесь разрушить, да? Да, есть что разрушать. Но даже если есть, почему тебе достается все? Другие платят, а ты нет. В любом случае, не вам. Изначательный цен. Как вам? Все тоже. Все говорят, что ты герой. Я идиот. Понял, что у него инфраг только тогда, когда он упал. Господи, о чем мы думали все эти дни? Это я во всем виновата. За своими обидами. Претенцией. Меня не любят. Меня не ценят. Меня, меня, меня. Прости, Влад. Мила, ты что? Я всем тебе обязан. Ну, кто я такой? Обычный заурядный дикторишка. Ты столько в меня уложила. Послушай, ты не заурядный дикторишка. Слушай меня. Ты больше не мой проект. Ты врач. Очень горжусь. Я тебя прошу, только не будь. Он не умрет. Он не умрет. Он не умрет. Простите, пожалуйста. Простите, что напугал. Тут ребята демонтаж делают в той части. Нашли чемодан старый, посмотрели, ничего интересного. Старые документы и фотографии. Может оставить, вам надо? Спасибо. Положите. А скажите, вчера ночью по квартире летала птица. Я не понимаю, может… Мы вчера демонтировали старый высокотвод. Там гнездо нашли. Наверное, оттуда. Там просто выходы на крышу есть. Но мы все исправим, не переживайте. А то больше не залетим. А то больше не залетим. Верн. 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 А чем. Верн. Верн. Идем. Господи, прошу тебя, пожалуйста, спаси Андрею… Я прошу тебя. Он ведь не умрёт. Он же очень хороший человек. Так, я... я прошу тебя, господи, помоги ему, пожалуйста. Что с ним, с этим Андреем? Инфаркт. У него есть дети? Взрослые уже. Если взрослым, наверное, не так страшно. Ловочка. Прости, что напугала. Та остыла точно моя работа. А кто заказывал, разве упомнишь? Десять лет прошло. Какой, говоришь, номер участка? 1112-й. Вот, покойная. Екатерина Владимировна Долгособурова. Э-э-э, ты чего? Барышня. Ничего, простите, пожалуйста. Скажите, а вы не знаете, как она умерла? Ну, мне-то откуда снать? Мое дело каменное. Беда с вами. Тетя Мил, а у них мама останется? Да. Да, конечно. Валера, выйди. Валерия. Сама домою. А вы сварите-ка мне своего удивительного кофе. И варите на всех, мы потом все попьем. Ну, так уж и быть, маленькую чашечку Вови и пару глоточков Валерии. Да, Дед Сума. Я справлюсь. Приступайте. Спасибо. А вы его вытащите, друга своего. Не сомневайтесь. Только немного потерпите. Он ведь еще молодой совсем. Сколько ему? Сорок девять. Сорок девять. Мальчишка. Ну, выпили как-то. Он все рассказал. Короче, бытовое убийство. Это все-таки было убийство? Непреднамеренное. А можно подробнее? Ну, между ними был конфликт. Она стояла возле окна. Он ее случайно толкнул. Она упала, ударилась виском о подоконник. И все. Да, конечно, Костя сразу вызвал скорую, милицию. Оформили явку с повинной. Да, дали срок. Но ненамного же. Какой кошмар. Ничего. Бизнес построил. Вкус в жизни не потерял. Так что ничего, все смог, совсем справился. Он не мог. Чего не мог? Он сам признался? Милка. Привет. Как там наш пациент? Ногу спасли? Спасли. Вторая операция. Будет получше. Сложим голень. Ты приходила. Я тебя чувствовал. Почувствовал? А что бревном лежал? Мог бы и моргнуть хотя бы. Привет. Привет. Андрей Петрович, а вас отправляют на лечение в федеральный кардиоцентр. Ух ты. Как тебе это удалось? Как не тот всемогущий из департамента. Я никуда не поеду. Почему хороший мужик? Рад помочь, устроит к лучшему специалисту. Я своих пациентов здесь лечил, никуда не отправлял. Вот и вы меня лечите. Андрюш, мы не кардиологи. Кардиологи пускай лечат. А вы рядом будьте. Ну, двигайся тогда. Люблю вас, чертовки. И мы тебя любим. Мила! А вы? Мальчики! Мила, ну что? В сознании. Стабилен. Будем лечить. Слава богу. А вы же дежурство. А я рыбный суп сварила. Так что вы поешьте и ложитесь отдохнуть. Ну что, сейчас я на стол накрою. А хотите, я вам сыграю Шопена? Хочу. И еще, я хочу извиниться. Та пара, которую я поселила в вашей квартире, они съехали, не заплатив по коммунальным счетам четыре месяца. Я так виновата. Я оплачу. Да ладно. Вы же хотели помочь родным. Да никому я не хотела помочь. Я их почти не знаю. Просто я боялась, что вы вернетесь в свою квартиру. Сбежите от Михаила. Да и от нас всех. Ах, Наталья Павловна. Да это адская хитрость. Все, Семил. Но вы же нас не бросите. Правда? Боба. Нет, конечно. Ну вы еще раз плачете, Столик. Олера, не сюда. Молодой человек, подойдите сюда. Так. Так. Так, что было дальше, страница вырвана? Это не мог быть он? Не мог? Почему? Ну, и где твой муж? Маша, сегодня второе число. Где он? Обманула? Он не приехал. Кто вы? Страшно? А моей девочке тоже было страшно, когда он ее убивал. Моей девочке тоже было страшно, когда он ее убивал. Машиной притащил в квартиру, в которой уже убил одну жену, ты сбудешь следующий. Не буду. Он не убивал. Как его вошло? В кладовке есть выход на черную лестницу, вход. Вы специально все это оставили? Фотографии, дневник. Чтобы я нашла, я догадалась, да? Он не убивал, я могу это доказать. Он признался. Я не знаю, почему он признался. Был свидетель. Ваша сестра. Сестра, моя сестра, свидетель. От нее все зло. Это она во всем потакала, пустила к себе жить. А вот все, чем кончилось. У тебя, ну, проклято. Беги отсюда. Не верь ему. Я не могу не верить. Привет. Заходи. Сторожда. Что случилось? Жень. Ну-ка. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, давай, давай, давай. Евгения. Что случилось? Ну-ка, я поживу у вас, пока Костя не приедет. Евгения, ну, это не лезет ни в какие ворота. Теперь, когда у тебя есть своя квартира... Я могу остаться в гостинице. Хотите? Нет? Тогда я поживу, пока здесь. Ну что ж. Раз ты уже сама все решила... Пойдемте к столу. Иди сюда. Пойдемте к нам. Пойдемте к нам. Этот дом? А квартира? Одиннадцать. Есть вещи, от которых не уйти. Ты знаешь? Да, я знаю. Кость, это был несчастный случай? Это было убийство. Ну вот и все. Я не знаю, почему он признался. Почему, 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 сплошные страницы, почему? Он чуть не сбил меня с ног на углу наличной, на Химова и не заметил. Бежал домой, сломя голову, это было точно. В 17.52 женщина спросила, который час, я сразу посмотрела на часы, потом мне сказали, что Катя была уже мертва в это время. Но почему он признался? Это было какое-то адское лето. Жара, все поплавилось, асфальт, голова, мысли. Мы все время ссорились. В тот день мне позарез нужно было к маме. Я звонил 10 раз, но Катя не брала трубку. Я решил вернуться домой, что-то гнало меня обратно. Я знаю, что произошло только со слов отчима. Я не верил про Анатолия. Постоянно закрывал глаза на подарки, на то, что он таскался сюда. Я чувствовал Катину смерть, моя вина. Я не хотел, не хотел. Не спас Катю, должен был спасти, хотя бы мать. Я заслужил. Я заслужил. Твоя мать беременна. Ездить нельзя в тюрьму. Идет процесс следствия, ты знаешь, но с бизнесом у нас стало. А при чем тут моя мать? Формально она финансовый директор. Все документы за ее подписью. Но я знаю, как все разводить. Я знаю, кому он нужно дать. Если я сяду, никто, она сама не выкушится, понимаешь? Ты хочешь, чтобы она села в тюрьму? Лучше всего, если признаешься. Муж случайно толкнул жену. Условный срок. Может, даже и суда не будет. Но я тебя вытащу. Я клянусь. Я сделаю все. Я все отдам. А себя я не смогу вытащить. Спаси. Мать Костя. Возьми все на себя. Ты признался ради матери? Я чувствовал, что Катина смерть – это моя вина. Мама. Погоди. Твоя мать не дожила даже до суда. Вот, посмотри. Муза пишет. Она родила мертвого ребенка и умерла с ума. Она ошиблась. Мама умерла сразу после суда. Если бы до, я бы не взял на себя вину. А Анатолий? Жив. Здоров. Торгуй тряпками. Что было дальше? Далее четыре года. Пауду освободили через два. Можно мне? Не уник. Почему она молчала? Ненавидела тебя. Убедила себя в том, что ты виновен. Сомневалась, ведь ты признался. Приклинала его, тебя и себя самым. Есть одна вещь, которую мы не в силах изменить. Это прошлое. Это Дюма. Если прошлое нельзя изменить, нужно его в прошлом и оставить. Мы уедем и никогда больше не вернемся. Никогда. Вместе? А как же еще? Тихо, тихо. Женя, что? Виталий, к болицу. Не переживай, все хорошо. Просто у нас будет ребенок. Люблю тебя. На стены наклеим английские обои непременно. И люстры должны быть большие. Я люблю, когда много света. Мы здесь прекрасно устроимся. И что вы думали продавать такую прекрасную квартиру? Да она просто создана для нашей семьи. Расстроен. Это будет моя комната? Это с какой стати? Нет, твоя угловая. А рояль? Бабуль, у тебя есть инструмент. И замечу, не дешевый. А рояль останется здесь. У меня. Бабуль, а зачем же тебе рояль? У тебя же даже слуха нету. Ты кто сказал? Вон. А у меня есть друзья, которые будут играть для меня на этом рояле. И я, наконец, заживу так, как я всегда хотела. Мама, мы только за. Мы смелы. А у вас две комнаты. За кухней. Две? Да. Вторая. Милин кабинет. Ей нужно закончить докторскую. Все поняли? Не слышу. Слушай, а ты чего не пошла на квартирную смотреть? Могла бы себе комнату курвать возле кухни. Наталья Павловна уже все решила. К тому же, она окажется права. Вот она теперь как. Что свекровь скажет, то и хорошо. Андрюш, это мудрость высшего порядка. Странно, что она с тобой в Париж не едет. У Коли квартирка, как у нее ванная. К тому же, Наталья Павловна не привыкла к такой кубатуре. Да. Так, а где Руслан? У него операция через 10 минут. Он даже снимки не видел. Он бросил телефон и все. Он теперь очень интересуется хирургией кисти. Илья Павловна не думает, что он ходит сияет на чищенный самовар. Нет. Слушай, а почему ты знаешь лучше, чем я? Хорошо. А что хорошее? Руслан Романович. Вот черт. Вы оперировать собираетесь или вам не до того? Совсем забыл, мать. Пардон. Еще подругой называется. Елизавета Константина. Какая-то маленькая вообще. Ты отецку не выбрал? А что это выбирать? Ясно, идем. А что лучшая комната в квартире, это комната Натальи Павловны. Только знаешь, что я думаю? Ну, ты хочешь, чтобы она росла в моей. Хотя я не совсем понимаю, как там поместятся книги, которые ты купила. Еще собираешься купить. Но пусть Лиза растет там. И вырастет еще одну книжную девочку. Вот, знакомьтесь, наш новый сотрудник. Евгения Васильевна Алехина. Криминальный психолог. Капитан Алла Михайловна Баринова. Надо убийство раскрывать. Ты что сделал оставаться на своих выставках? Убийство женщины. Можественные. Ноживые. Маньяк. Маньяки по твоей части. Давайте искать. Чем конкретно ты занимаешься? Меня интересует не просто реакция на смерть. А конкретно на убийство? Женя просто запала на тебя. Я видела ее личное дело. Оба ее мужа умерли не своей смертью. Олег, очнись, она психолог. Она кому угодно может мозги запутрить. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok